Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 15 главу. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем, мужчинки твои, приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, «Почитай отца и мать, и злословище отца и мать смертью да умрет». А вы говорите, «Если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою». Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим. «Лицемеры, хорошо пророчествовало о вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня уча учением заповедям человеческим». Иерусалимские книжники и фарисеи говорят, почему ученики приступают к преданию старцев, не умывают рук своих, когда едят хлеб. Речь не идет о гигиене. Понятно, что мы привыкли «мойте руки перед едой» — это хороший, полезный обычай, который сокращает распространение заразных заболеваний. И «руки перед едой мыть» хорошо и полезно. Но речь здесь совершенно не об этом. Люди могли в то время совершать ритуальное омовение в воде, которая была очень грязной. Там какой-то стоял сосуд, в котором воду меняли не очень часто, и там скорее можно было испачкать руки, чем их вымыть. И это носило не гигиенический, а именно ритуальный, обрядовый характер. И обрядовый характер, который не предусмотрен прямо в Писании, но который установился со временем, когда люди старались проявить богочестие, и вот они насочиняли много разных дополнительных обрядов. Господь говорит, он же сказал вам в ответ, «Зачем вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» О чем здесь речь идет? Бог заповедал, прочитая отца и мать, злословящий отца и мать смертью умрет. Вы говорите, если кто скажет отцу или матери, «Дар Богу, чем бы ты от меня пользовался». Тут может ничего не делать. Тут смотрите, «Дар Богу» — это имущество, посвященное Богу. И человек мог свое имущество завещать храму. Когда я умру, это все имущество достанется храму. И раз я его уже завещал храму, я могу сказать, что я не могу из этого имущества тратить на содержание своих родителей, ну, потому что это же уже храм, это уже не мое. Я уже принял такое решение. Я уже поклялся, ты уж извини, потому что все это уже принадлежит храму. Я этим всем формально пользуюсь, но все это уже принадлежит храму. И таким образом, в силу этой формальной уловки человек был избавлен от обязанности содержать своих родителей, помогать им в старости. И это, конечно же, было достаточно грубой и бессовестной попыткой обойти заповедь Божию, на что Господь и указывает. И он приводит цитату из Исаии, когда уже пророк обличает это явление. Он говорит, что люди пытаются заменить следование Божьим заповедям, следованием каким-то своим установлением, которым более удобно. Иногда это место из Евангелия показывают для того, чтобы напасть на православное священное предание. Говорят, что нужно жить только Писанием, и против предания Иисус выступал. На самом деле здесь речь не идет, конечно, о священном предании. Речь идет именно о попытках обойти Слово Божие от имени предания. Отвернуть Слово Божие от имени предания, потому что предание есть вещь неизбежная. Не существует ни одной религиозной общины без предания. Так не бывает. Даже люди, которые настаивают на том, что они живут только по Писанию, они неизбежно имеют каких-то авторитетных толкователей Писания, они неизбежно следуют какой-то традиции толкования, у них неизбежно есть какие-то учителя, которых они слушают. То есть предания неизбежно формируются. Нельзя от этого уйти никак. И мы можем просто последовать тому преданию, которое есть в церкви, которое непрерывно, которое восходит к апостолам. И понятно, что при этом ссылки на предания не должны использоваться для того, чтобы восставать против Слова Божия. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились. Для фарисеев было очень важно, что вы едите. И считалось, что важная очень часть религиозной жизни это не съесть чего-нибудь не того. Ветхий Завет запрещал вкушать ряд видов пищи. И у этого были некоторые причины, поскольку это устанавливало стену разграничений между иудеями и язычниками. Иудеи были народом святым, отделенным для Бога, народом, который должен был хранить веру в единого Бога. И народы в истории, они склонно растворятся, они склонно ассимилироваться. Масса народов, которые упоминаются в Библии и про которые мы ничего не знаем, мы не знаем даже на каких языках они говорили, потому что они исчезли с лица земли. Их никто не убивал, они просто растворились, они утратили свой язык, свою веру, свои обычаи. Теперь их потомки даже и не знают, что они их потомки. Они просто ассимилировались. И чтобы народ Божий не растворился в среде других народов, был установлен Ветхозаветным законом ряд, в том числе пищевых ограничений, которые приводили к тому, что евреи не могли есть вместе с язычниками. И, следовательно, не могли смешиваться, и, следовательно, это их сохраняло от ассимиляции, веру в единого Бога, от исчезновения. И фарисеи делали целую науку из того, что можно, что нельзя есть. Для них это было чрезвычайно важно. И Господь говорит, а не важно. А не важно, что человек ест. Не важно, что входит в человека. Ничто, входящее в человека, не может оскорнить его. И, естественно, фарисеев это страшно раздражало, потому что мы тут всю жизнь положили на то, чтобы тут что-нибудь не съесть, не того. А Иисус говорит, а это не важно. Он же сказал им в ответ, «Всякое растение, которое не Отец мой небесный, насадил искорениться. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему, «Изъясни нам притчу сию». Иисус сказал, «Неужели и вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, сия оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, уже свидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками, не оскверняет человека». И Господь говорит, «А не важно, что вы съели. А то, что в вас входит, не делает вас плохим человеком. Это вас не оскверняет. Это не разрушает ваше общение с Богом. Не важно, что вы съели. Вас оскверняет то, что исходит из уст, то, что исходит из человеческого сердца, то, что человек транслирует вовне. И из человеческого сердца исходят различные грехи. И об этом надо беспокоиться. Не о том, что чего-нибудь не съесть того, а о том, как не совершить греха, поскольку грех исходит изнутри. И здесь, что тоже важно, одно из указаний на то, что в богословии называется первородным грехом. Человеческое сердце повреждено грехом. Как говорят, человеческая природа повреждена грехом. И человеческое сердце, оно производит из себя грех. Из сердца исходят злые помыслы, убийства, любодеяния, любодеяния, кражи и так далее. Человеческое сердце, будучи повреждено грехом, оно производит грех. И есть популярная фраза, знаете, которая мелькает во многих там песенках. Верь своему сердцу. И мы знаем, что христианство учит нас не верить своему сердцу, а верить Божьим заповедям. Потому что из сердца исходит очень часто всякое зло. Гнев, который мы считаем праведным, какие-то еще страсти, какие-то еще помыслы, и это плохо, потому что наше сердце повреждено грехом, и мы нуждаемся в постоянном самоконтроле, в постоянном соотнесении того, куда нас зовет наше сердце, с Божьими заповедями. Если оно нас зовет куда-то не туда, мы должны понимать, что нам туда идти и не следует. И грехи, которые исходят из человеческого сердца, они человека оскорняют. А вот пища, это не важно. Пища не оскорняет. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется!» Но не отвечала ей ни слова. Женщина-хананьянка, то есть язычница, и ее дочь жестоко беснуется. Видимо, это беснование, эта открытость падшим духам была результатом этого язычества, результатом каких-то языческих практик. Потому что мы знаем, это до сих пор так. Люди, которые практикуют оккультизм, люди, которые пытаются залезть в духовный мир с черного хода, они открываются воздействию падших духов. Для них это все очень плохо кончается. И в то время люди тоже практиковали разного рода колдовство, общение с духами. И, видимо, в результате вот этого дочь оказалась беснующейся. Он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его отпусти ее, потому что кричит за нами. Мы видим здесь ходатайство апостолов за эту женщину. И мы видели, например, вот в Евангелии от Анны, когда Мария говорит Господу, вина нет у них, это ее ходатайство тоже. Мы видим, как некоторые вещи уже в Евангелии Господь делает по ходатайству своих святых. Он же сказал им в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. И тут Господь говорит такую неожиданно жесткую вещь. И апостол только к погибшим овцам дома Израилева. Вот она язычница, а я ей помогать не буду. Это на первый взгляд кажется очень жестко, даже непонятно жестко. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола газ под их. Это место, которое вызывает недоумение часто у современных читателей. Он называет язычников псами, что это вот как-то резко. На самом деле он их называет псами не потому, что они принадлежат другому народу, не потому, что они не израильтяне, а потому, что они вовлечены в тяжкие грехи против Бога. Они язычники, и они предаются всякому нечестию, и поэтому они себя отторгли от милости Божией. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. И мы видим, как эта женщина говорит, так, Господи, и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. И язычница говорит, да, мы псы. Она приносит покаяние в своих личных грехах, в грехах своего народа. Она говорит, да, мы псы. Вот да, я жила до сих пор неправильно. Да, я страдаю за свои грехи. И она сокрушилась и покаялась. Тогда Иисус говорит ей в ответ, о, женщина, велика вера твоя, да будите по желанию твоему. И исцелилась дочерью в тот час. Мы видим, как эта женщина проявляет большую настойчивость. То есть она воззвала к Господу, Он ей не ответил, и она не сказала, ну, все, что делать теперь, я пошла. Нет, она настаивает и настаивает, и настаивает. И она смиряется. И она смиряется. Потому что препятствием к исцелению ее дочери было бы, была бы ее вера в то, что все так и надо. Вот я там практикую оккультизм, я там вызываю духов, и все так и надо, все нормально. Значит, вот сейчас Господь решит мои проблемы, я продолжу заниматься тем же самым. И это было бы бессмысленно, если бы она пошла, и продолжила заниматься тем же самым, они бы с дочерью обратно и бы оказались в этом же положении. И поэтому для того, чтобы оказать ей это богодеяние, нужно, чтобы она покаялась, нужно, чтобы она увидела, как она была неправа, и как ей нужно переменить ее жизнь. И когда она говорит, да, да, мы признаем, что мы псы, да, но хотя бы кроху со стола, могу я на это надеяться. И Господь говорит, да, вот поскольку ты покаялась, поскольку ты смирилась, твоя дочь будет исцелена. И это показывает, что нужно быть настойчивыми в молитве и нужно быть смиренными, нужно искать Господа со смирением и признавая свои грехи, потому что преградой к нашему спасению является именно наш грех. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому, взойдя на гору сел там и приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их ногам Иисусовым, и он исцелил их. Так что народ дивился, в виде немых говорящими и увечных здоровыми, хромых ходящими, и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Мы видим, как множество народу приступило, и их повергли к ногам Иисусом, и он их всех исцелил, и народ дивился. И эти чудеса, они указывают на то, что Иисус Мессия, на то, что Он есть Спаситель. Но что важно понимать, в наши дни люди иногда молятся об исцелении, и иногда исцеление происходит. Бывают чудеса. Они действительно бывают. Иногда нет. И мы видим здесь, что из всего этого народа многие были исцелены. Но наверняка же не все больные исцелились в Израиле. Наверняка же были люди, которые остались без исцеления. Почему? Потому что цель, с которой Господь совершает чудеса, чтобы люди обратились к Нему в покаянии и вере. Конечно, это хорошо, когда человек исцелен от болезни, но он все равно умрет. Мы все умрем рано или поздно, независимо от того, были ли мы исцелены от этой конкретной болезни прямо сейчас. И поэтому цель Господа в том, чтобы даровать нам вечное спасение. И Он может дать нам или не дать исцеление, исходя из этой главной цели, чтобы даровать нам вечное спасение. Мы знаем, что апостол Павел страдал от тяжелой болезни, он не был исцелен, потому что так было нужно для его вечного спасения и для спасения других. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им, «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Отпустить их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». Мы видим, что Господь проявляет заботу о том, чтобы люди были насыщены. То есть не только о том, чтобы они были наставлены в истине, но и о том, чтобы они были просто сыты. И говорят ему ученики его, «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народу?» Говорит им Иисус, «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали, «Семь и немного рыбок». Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и две рыбы, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своему ученике народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин полных, а евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей. И отпустив народ, он вошел в водку и прибыл в пределы Магдалинские. Это второе чудо умножения хлебов. И мы видим, как Господь восполняет все нужды людей, которые за ним следуют. Мы с вами прочитали 15 главу Евангелия от Матфея. Мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!